Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Филд, канал Честный Блог. Просто что-то странное происходит, потому что китайские компании решили нас просто закидать своими суперфлагманами. Вот сегодня компания Honor презентовала свой новый телефон под названием Honor Magic 6 и Honor Magic 6 Pro. А это и самый яркий экран в индустрии 5000 нит. Это здоровенный аккумулятор на 5600 мАч. Это новый стандарт частоты ШИМа 4320 Гц. Специальный LTPO экран, который меняет частоту от 1 до 120. А еще фирменное защитное стекло, плюс связь со спутниками и, конечно же, крутые камеры. А также специальная версия с дизайном компании Porsche. И я, честно говоря, даже не знаю, на что китайские компании рассчитывают, потому что у людей просто нет денег. Посмотрите, за несколько месяцев презентовали Xiaomi 14 Pro, IQ 12 Pro, крутейшие Vivo X100 Pro. Также уже в 2024 году презентовали Oppo Find X7 Ultra. И это ведь флагман, а еще и показывают не флагманские смартфоны OnePlus Ace 3. Кстати, он совсем скоро у меня будет на обзоре. Также новый Pocophone Poco X6 Pro, Poco X6 и Poco M6. Кстати, у меня сегодня тоже был стрим на канале. Мы ввели презентацию. И Pocophone себя показал очень хорошо, потому что за 26 тысяч рублей, а именно за столько его можно купить у нас, ты приобретаешь смартфон мощностью полтора миллиона баллов Antutu. Так что Pocophone действительно интересный телефон, но пока его откладываем. А сейчас давайте посмотрим, что же презентовала компания Honor. Меня зовут Фил от Канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу сказать вот какую штуку. У меня совсем недавно на канале был слепой тест. Самый глобальный тест, как минимум, в российском Рунете. А вполне возможно и в мире. 9 самых крутых фотофлагманов соревновались за ваши голоса. 49 тысяч голосов и номером один стал у нас смартфон от компании Vivo под названием Vivo X100 Pro. На втором месте Huawei P60 Pro, на третьем месте Pixel 8 Pro. Но дело не в этом. Дело в том, что в этом тесте отсутствовал Honor Magic 5 Pro. И многие расстроились, говорили, что Филипп, надо было взять его. И я подумал, что да, действительно можно было на самом деле его взять, потому что смартфон-то имеет очень хорошие фото и видео возможности. И тем более, ведь он доступен на глобальном рынке с Google сервисами. Кстати, если хотите приобрести такой, я вам рекомендую своих друзей и компанию Цифрус. Я внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Мне кажется, что кроме Цифрус в России вообще никто не продает Honor Magic 5 серию. Я думаю, что вполне возможно и шестая серия, когда выйдет глобальная версия, тоже будет у них продаваться. Так что, если интересуетесь Honor флагманскими, ссылочка внизу, переходите, изучайте. Итак, друзья, Honor Magic 6 и Honor Magic 6 Pro. Два смартфона, которые очень сильно визуально похожи. Однако, технически они отличаются. Не очень сильно, честно говоря, но отличаются. И отличаются, конечно же, по цене. Например, у шестерки нету влагозащиты, а у 6 Pro влагозащита есть. Также шестерка более тонкая, более элегантная. 8,1 мм толщина, а вот 6 Pro гораздо толще 8,9 мм. Ну, оно и понятно, ведь там аккумулятор больше. По весу тоже 206 грамм стеклянная версия, шестерки 199 граммов кожаная версия. Ну, а у шестерки Pro 225 граммов кожаная версия, 229 стеклянная. В обеих версиях у нас используется стекло-водопад. Я знаю, что это немногим нравится, но так или иначе, компания Honor решила использовать и там, и там водопад. Мне кажется, было бы вернее, если бы в шестерке обычное было плоское стекло, а в шестерке Pro было закругленное. В общем, спинка закругленная, спереди стекло тоже закругленное. Но зато у нас по бокам плоские грани. То же самое было, кстати, в Honor Magic 5 Pro. Я вообще много видосов на своем канале делал на тему Honor Magic 5 Pro. Я ходил с ним, ходил с глобальной версией, сравнил с другими телефонами. Так что можете смело посмотреть, у меня на канале много всего интересного. А если вообще хотите быть в курсе всегда всех новостей, которые касаются мобильной индустрии, я вам рекомендую подписаться на мой телеграм-канал Честный Блог. Я вот здесь оставляю QR-кодик. Переходите, плюс внизу будет ссылочка. Каждый день мы постим самые интересные новости. Каждый день я закидываю фотографии из тех флагманов и не флагманов смартфонов, которые появляются у меня. Мы отбираем самую интересную информацию и постим ее в телеграм-канал Честный Блог. Так что обязательно подписывайтесь и будьте вместе с нами. Давайте начнем с экранов 6,8 дюймов и 6,78 дюймов. Это LTPO-экраны, соответственно, они могут менять частоту от 1 до 120. Что самое важное, последние поколения LTPO-экранов действительно могут без проблем поддерживать одну частоту. Раньше нет. Максимальная яркость в автоматическом режиме 1600 нит, а пиковая яркость в маленьком кусочке HDR-видео будет 5000 нит. Это рекордный показатель на данный момент для всех смартфонов. Также все покрыто фирменным защитным стеклом от компании Honor под названием Jurino. В первый раз я сталкиваюсь с этим стеклом, но, видимо, теперь им будут покрывать все смартфоны от компании Honor. Конечно же, поддержка HDR10+, Dolby Vision, в общем, крутые дисплеи. Как рассказала на презентации сама компания Honor, в это стекло интегрированы нанокристаллы. В общем, оно на 50% более прочное, чем другие защитные стекла. Мы все на самом деле знаем, что современные смартфоны действительно имеют хорошие защитные стекла. Однако, в любом случае, когда ты пользуешься телефоном, через недельку смотришь на него, и если на нем не было никакого защитного стекла или защетной пленки, на нем уже появляются царапины, как всегда, от воздуха. Может быть, компании Honor удастся как-то решить этот вопрос. Надеемся на лучшее. Дальше компания Honor рассказала о том, что она является первопроходцем в новом стандарте частоты ШИМа. 4320 Гц. До этого, кстати, когда компания Honor презентовала свои предыдущие смартфоны, например, Honor 90, Honor 100, они рассказывали, что именно там самая правильная частота ШИМа 3800 с чем-то. Но теперь они пошли выше. Для чего, честно говоря, я не знаю, зачем вообще эта гонка за цифрами, но так или иначе развитие. Также, конечно же, нас порадовали размерами аккумулятора, потому что здесь установлен большой аккумулятор в шестерке. Установлен 5450 мАч, в шестерке Pro 5600 мАч. Шестерка поддерживает быструю зарядку в 66 Ватт, шестерка Pro поддерживает 80-ваттную зарядку. Также есть беспроводная зарядка 50-ваттная и 66-ваттная, соответственно. И еще есть реверсивная зарядка, то есть вы можете на смартфон положить какой-то гаджет и заряжать его от телефона. Зарядка со скоростью 66 и 80 Ватт обеспечивает вам зарядку всего телефона примерно за 30-40 минут. Также на борту используется специальный чип, который называется E1. Он занимается правильным распределением энергии. В общем, такой Power Management. Работают оба смартфона на Android 14 и последней версии операционной системы Magic OS 8. Кстати, они тоже немножечко поговорили. И самое, наверное, главное, это представили динамический остров, который теперь более активно используется в системе. То есть компания Honor посмотрела, чем занимается компания Apple и интегрировала в этот динамический остров очень много разных вариантов. Звонки, секундомеры, другие сервисы. Я думаю, что многое из этого, конечно же, заточено именно на китайские сервисы, но что-то достанется и нам. Я к динамическому острову отношусь, тем более, что если мы посмотрим на фронтальную часть, компания Honor продолжает эту историю с небольшой такой пилюлей, состоящей из двух фронтальных камер. Причем обычно в шестерке этой пилюли нет, там стоит просто 50-мегапиксельная камера. И она меняет 4K 30 кадров в секунду, а апертура f2.0. А вот в шестерке Pro стоят две камеры. Одна 50-мегапиксельная, а вторая это ТОВ-сенсор, угол захвата 90 градусов. Эта камера тоже у меня снимает 4K 30 кадров в секунду. Странно, что китайцы на самом деле пока еще не делают 4K 60 кадров в секунду. Не представляешь, с чем это связано. Что касается беспроводных соединений, здесь с одной стороны топчика, с другой стороны Bluetooth версии 5.3. А Bluetooth версии 5.3 был выпущен, насколько я помню, несколько лет назад. А так, конечно же, Wi-Fi 7 и 6, также улучшенная GPS L1 и L5, конечно же NFC, инфракрасный порт. Снизу USB Type-C версия 3.1 и через него также работает дисплей порт. То есть вы можете ваш телефон подключить к монитору или телевизору и транслировать туда изображение. Также есть поддержка высококачества кодеков aptX HD и на фоне всего этого Bluetooth версии 5.3. В целом это странно, хотя по большому счету ни на что не повлияет. Конечно же, у нас есть стереодинамики и, конечно же, у нас нету 3,5-мм джека. Конечно же, эти смартфоны выпущены на новом, самом мощном чипе Snapdragon 8 Gen 3. Соответственно, они выдают более 2 миллионов баллов в Antutu. Здесь все понятно, по большому счету все флагманы 2024 года будут выпускаться на Snapdragon, а также на Mediatek 9300. Но здесь нету. Насколько это дело хорошо работает, не нагревается, держит FPS, это мы сможем понять только тогда, когда этот смартфон появится у меня. Я, кстати, надеюсь, что получится раздобыть его максимально быстро, ну, при помощи моего товарища Василия. Вы знаете его канал Пекинблизк, он как раз помогает доставать из Китая гаджеты. Так что я надеюсь, у нас все получится. Также нам рассказали, что шестерка пробует поддерживать спутниковую связь. То есть, когда нету вокруг сотовой связи, вы можете отправить сообщение при помощи спутниковой связи. Конечно же, все это работает в Китае. Когда это будет работать на рынках других стран, пока не очень понятно. Мне кажется, что это долго еще не будет происходить, потому что у всех разные стандарты. Тем более, что китайцы выпускают свои смартфоны исключительно, по большому счету, на Китае. Не парятся, что в других странах это не работает. Оно и правильно. Что касается бендов, кстати. Традиционно Honor'ы можно без проблем использовать в России, потому что там есть и седьмой, и двадцатой бенды. Это интересно, потому что большинство китайских флагманов выпускают смартфоны без двадцатого бенда. Кстати, ничего не сказал про версии. 12.256 это минимальный вариант. 16.256 и 16.512. Также в Pro-версии будет и версия на 16 гигов и 1 терабайт встроенной памяти. Конечно же, UFS 4.0 и быстрая память LPDDR5X. Что касается камер, ситуация следующая. Основная камера на 50 мегапикселей от компании OmniVision под названием OVH 9000. С этой камерой мы уже сталкивались, когда презентовали Xiaomi 14 Pro. Она все показала хорошо, хотя каких-то прямо великолепных результатов не дала. Сверширокугольная камера на 50 мегапикселей от компании Samsung. Установлен сенсор JN1. Этот сенсор очень много уже использовался, опять же, во флагманах 23-го и 24-го годов. Ну а дальше прямо очень интересно. Впервые, по-моему, в истории используется телевичок на 180 мегапикселей. Хотя, я так понимаю, что используется 200-мегапиксельный модуль от компании Samsung. Называется он HP3. В этом телеобъективе увеличение в два с половиной раза. Очень интересно будет посмотреть, как фотографируют этот телевичок, особенно дальние объекты. На основной камере и на телевичке, конечно же, есть оптическая стабилизация. Угол раскрытия сверхширокугольной камеры 122 градуса. На ней есть автофокус, соответственно, можно делать и макрофотографии. Можно снимать 4К 30 и 60 кадров в секунду. Full HD можно снимать вплоть до 240 кадров в секунду. То есть, можно снимать очень прикольное замедленное слоумо. Как я уже говорил, фронталочка на 50 мегапикселей, 4К 30 кадров в секунду. Еще один интересный момент у основной камеры, у шестерки Pro переменная диафрагма от f1.4 до f2.0. Я бы сказал, что мы с этим уже встречались. У компании Huawei тоже в телефонах была переменная диафрагма. Но интересно, что там было от f1.4 до f4.0, а тут только от f1.4 до f2.0. То есть, не так много вариантов на самом деле. Если вы не знаете, для чего нужна переменная диафрагма, ну это для того, чтобы вы могли, например, больше сконцентрироваться на впереди стоящем объекте. И задний фон размыть, либо сделать так, чтобы у вас все было более-менее в фокусе. В общем, вот такой художественный прием. Если вы не в теме, это все будет работать автоматически без вас. А вот у Magica 6, в основной камере 50-мегапиксельной, уже переменной диафрагмы нет. Но при этом есть оптическая стабилизация. Я так понимаю, что там стоит такой же модуль. Телевичок там тоже другой, потому что Pro-версия была на 180 мегапикселей. А здесь у нас камера на 32 мегапикселя. Увеличение также в 2,5 раза. И есть оптическая стабилизация. Ну и сверхширокоугольная камера ровно такая же, как на Pro-шке. 122 градуса, 50-мегапиксельная. В общем, камеры очень интересно посмотреть. Однако они технически очень сильно похожи на многое, что на данный момент уже представлено в рамках китайских флагманов. Единственный момент, который интересен, это то, что у каждого смартфона, конечно же, своя обработка. И компания Honor по-своему обрабатывает снимки. Вот на это хочется посмотреть. И это хочется пощупать, покрутить и рассказать вам, конечно же. В общем, я надеюсь, что Magica 6 Pro максимально быстро появится у меня. Скрестим пальчики. Ну и в самом конце компания Honor представила свой дорогущий и складной премиальный смартфон. Это Honor Magic V2 RSR Porsche Design. Да, он выполнен в дизайне автомобилей Porsche. Толщина у него замечательная. 9,9 мм в сложном состоянии. И весит он очень хорошо. 234 граммов. То есть максимально мало. LTPO экраны. Существует лишь одна версия на 1 терабайт и 16 гигов памяти. И по цветам только серый. Такой премиальный серый Porsche цвет. По камерам основная на 50 мегапикселей. Телевичок 2,5 раза увеличение на 20 мегапикселей. И еще ультраширик на 50 мегапикселей. Что самое интересное, это то, что в нем установлен не самый новый процессор. А прошлогодний Snapdragon 8 Gen 2. Porsche это всегда быстро, современно. А тут у нас получается несовременный процессор. Быстрый, но не современный. Внешний экран 643 дюйма. Внутренний 7,92 дюйма. Это LTPO. В общем, если у вас есть лишние 200-250 тысяч, добро пожаловать в клуб любителей Honor Porsche. Что еще вам не рассказал? Ну, естественно, есть разблокировка при помощи сканера печатка пальцев. Конечно же, есть разблокировка по лицу. Есть 5 разных цветов. Это черный, зеленый, голубой, фиолетовый и белый. Ну и что касается цен. Напомню, что это все дело у нас в Китае. Минимальная версия на 12-256 в Magic 6 обойдется в 55 тысяч рублей. Максимальная версия в 62 тысячи. Если мы говорим про Magic 6 Pro, то минимальная версия уже будет стоить 70 тысяч рублей. Максимальная версия на 16,1 терабайт обойдется в 83-84 тысячи рублей. В целом, по ценам примерно так же, как и недавно представленный Oppo Find X7 Ultra. Собственно, вот такая вот история, друзья. Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу компании Honor. Насколько вам интересны флагманы от компании Honor? Хотите ли вы, чтобы я взял Magic 6 Pro и устроил какой-нибудь слепой тест? Может быть, взял тоже самые крутые телефоны, которые же выходили? А может быть, взять только китайцев и вообще выбрать самый лучший китайский смартфон? Напишите пару в комментариях, насколько вам все это дело интересно. Ну а я, как всегда, надеюсь, что само видео для вас внесло какую-то позитивную информацию. Большое спасибо за то, что посмотрели. За это подписывайтесь на канал. Здесь я каждый день рассказываю правду о каждой, которыми пользуюсь. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Давайте будем всегда вместе. На этом все. Берегите себя и своих близких. Меня зовут Фил. Всем счастливо и пока.